Рада приветствовать вас на своем канале. На просторах интернета я видела большое множество маечек летних топов, связанных очень простым узором лицевой глади спицами. И не нашла, скажем, топа, который бы вязался так же точно, элементарно и просто крючком. Я сегодня вам предлагаю связать очень ленивую итальянскую маечку столбиками с накидом. Почему именно итальянскую? Потому что итальянцы любят, скажем, более облегающие вещи и ленивого типа, которые свяжутся буквально за пару вечеров. На примере маечки приталенной, удлиненной на размер 34-36, вот как сейчас вы видите на данном образце, я вязала пряжей Ализе фирмы Белла. Ушло у меня данной пряжи около 170 грамм. Здесь 50 грамм, а 180 метров, соответственно, 3 и немножечко четвертого моточка. Цвет, кому интересно, у меня нежно-розовый, 32-й. В данном видео я буду показывать вам данную маечку на примеры фирмы Ярн Арт Джинс. Здесь примесь есть полиакрила помимо хлопка. Почему буду использовать данную пряжу? Потому что она хорошо держит форму и в данном видео вам будет просто хорошо понятно и видно, что я делаю. Крючок я буду использовать номер 4. При этом плотность вязания у меня будет соответствовать Ализе Белла фирмы Ярн Арт. То есть вы будете видеть, что я делаю из данной пряжи и повторять из Ализе Белла. Но лучше всего я рекомендую использовать необработанный, чистый, не мерсеризированный хлопок. И можно, допустим, хлопок с альном, что будет менее, скажем, парка на лето, либо же хлопок вискозу. И, скажем так, более бесформенно, что является очень актуальным для данной модельки. Так как я брала крючок номер 4, как вы видите, вязание у меня средней плотности. То есть лифт будет просвечиваться, но при этом не будет, скажем, видно тело девушки. И будет очень достаточно эстетично и аккуратно выглядеть. Причем данную маечку можно будет носить как под кардиганчик, так и на пляж, скажем так, под шортики. Кому понравилось, лайкайте и приступаем к расчетам. Для начала я нарисовала условную маечку, по которой в дальнейшем я буду ориентироваться при вязании. Я буду вязать достаточно маленький размер майки на окружность груди 84 см. То есть маечка на размер меньше, чем у меня. У меня окружность груди 86 см. Соответственно, девушка очень худенькая. И ее обязательное условие было, чтобы маечка была приталена по фигуре. Обычно при стандартных расчетах это берется самая широкая окружность тела, то есть это окружность груди, либо же окружность талии. И добавляется 2-3 см на свободу облегания. В принципе, это стандартный расчет. Но так как девушка хочет приталенную, то мы будем убирать в процентном соотношении от окружности груди энное количество процентов. Обычно убирается от 10 до 20 процентов. Так как попросили меня приталенную, то я буду убирать максимальное число 20 процентов. То есть 84 мне нужно отнять 20 процентов на то, чтобы маечка была облегающая. То есть мы берем окружность груди 84. В данном случае отнимаем 20 процентов. Вы же можете добавить 2-3 см просто вместо вот этих расчетов. У меня получается 67,2 см. Я обычно люблю округлять до целого числа, то есть 68. Можно было бы округлить меньшую сторону. Далее делим на 2, так как у нас спинка и перед. И получается 34 см. Соответственно, если мы 84, изначальное число нашей окружности груди, поделим на 2, получается 42 см. То есть при стандартных расчетах у нас просто было бы полуокружность груди 42 см готового изделия. Но так как у нас будет убираться 20 процентов, то готового изделия полуокружность у нас в итоге должна получиться уже после того, как мы свяжем 34 см. Ну, может, допустим, 33,5 см, так как здесь я округлила до большего числа. Может быть, ну, то есть около 34 см. Далее высота проймы у меня и высота горловинки на одном уровне будет около 18-19 см. То есть я не хочу слишком глубокую, чтобы видно было бюстгальтер. И в то же время не хочу, чтобы слишком узкая была и рука была, скажем так, впритык. То я возьму среднее число 18,5 см, ну, то есть между 18 и 19 см. 18,5 см у меня глубина горловинки и высота проймы. Далее общая высота изделия у меня, я буду отталкиваться от линии, скажем так, проймы, плюс высота от проймы до самого низа. От проймы до самого низа я определила, что будет около 36 см, судя по замерам девушки. И, соответственно, 36 плюс 18,5 см это и будет общая высота моей майки. Вот, в принципе, очень простые расчеты, как вы видите, я сделала. Если же вы не будете делать в облегашку, то есть вы плотнее девушка, чем размер S, то, соответственно, лучше добавлять. Вот, либо же делать просто по окружности наибольшей вашей части. Далее я для удобства сделаю небольшую выкройку лифа. То есть я возьму от линии плеча до окончания горловины и линии проймы, сделаю две вот такие вот выкройки, которые будут соответствовать по высоте линии проймы 18,5 см и линию горловинки, так как они у вас, видите, немножечко будут наклоны разные. То для того, чтобы вязать и ориентироваться, прикладывая уже непосредственно к самому макету, то я решила сделать небольшие выкройки. И, опять же, в соотношении 1 лиф плюс 2 у меня должно получиться 34 см. То есть каждая часть у меня должна заканчиваться около 17 см, можно даже 17,5 см, для того, чтобы в дальнейшем у вас не сузилось, скажем так, вязание. Вот, и в итоге у нас должно получиться вот такое вот самое-самое простое вязание. Походу я вам буду рассказывать все нюансы, которые будут, скажем так, выходить у меня. Для себя в помощь я сделала вот такие вот самые обычные простые выкройки лифа. То есть я отметила для себя, где у меня находится плечо, вот, линия плечевая, там, где у меня будет находиться линия, скажем так, начала горловины выреза и точно так же проймы. У меня линия проймы и линия выреза соприкасаются. Я сделала правую и левую часть лифа. Вот они у меня, как вы видите, разделены. Я также рекомендую вам встать перед зеркалом и отметить, где у вас, скажем, начинается плечо и вырезать две вот такие вот выкройки. Я взяла просто соединила два листика А4, вот, отметила там, где у меня, скажем так, высота горловины и проймы линия, вот, и плечевой скос. И просто сделала, как бы, немножечко, немножечко, как вы видите, она у меня более ровнее, чем горловинка. Вот это у меня пройма, это у меня горловинка. И когда вы разделяете их в зеркальном отображении, у вас получается вот такая, скажем так, часть верхняя кокетки, либо лифа. Вот, и если соединить две части, то у меня часть, скажем так, нижняя, вот здесь, где пройма одной руки, скажем, и второй, у меня это, как раз таки, если совместить, то это и есть полуобхват груди. Я взяла немножечко меньше для того, чтобы у меня была, скажем так, более приталенная майка. Вот, если вы хотите более, скажем так, свободную, то, соответственно, это следует также учесть. Вот, ну, это для, скажем так, такой вот ленивый вспомогательный расчет для тех, кто не хочет как-то так особенно, в общем, измерять, а просто ориентироваться вот по выкройке и по сантиметрам. Я начну с правой части лифа, соответственно, здесь у меня будет находиться с правой стороны горловинка, с левой стороны линия проймы. Итак, начинаем мы две полочки абсолютно одинаково, вот, затем мы немножечко, скажем так, сдвигаем правую полочку в одну сторону, а левую полочку в другую сторону. Я делаю начальную закрепительную петельку и набираю 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Из этих 9 у меня 2 воздушные петли подъема. И запомните, что в конце каждого ряда, либо в начале каждого ряда, как вам удобнее понимать, мы будем всегда делать эти 2 воздушные петли подъема. Итак, делаем накид, отсчитываем третью петельку от крючка и делаем 1 столбик с одним накидом, вот так. Далее мы делаем еще 6 столбиков каждую последующую петельку по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, и в последнюю петельку 6. Всего у нас в этом ряду получилось 2 петли подъема и 7 провязанных столбиков с накидом. Далее второй ряд мы поднимаемся на 2 воздушные петли и поворачиваем вязание. Делаем накид и далее провязываем вот в эту же петлю основания 2 воздушных петель подъема первый столбик с накидом и далее еще 5 столбиков. То есть всего делаем 6 столбиков с накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее у меня остается 1 петелька в этом ряду, вот она у меня, и я в нее делаю прибавление, то есть 2 столбика с накидом в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. Далее делаем 2 воздушные петли подъема и переходим на третий ряд. Делаем накид и в петлю основания цепочки воздушных петель провязываем первый столбик. И далее еще 6, то есть всего 7 столбиков с накидом. Первый столбик в петлю основания, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. В последнюю петельку ряда делаем прибавление 2 столбика с накидом в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. Далее делаем 2 воздушные петли подъема и поднимаемся на четвертый ряд. В четвертом ряду мы провяжем в каждую петельку по столбику 8 раз и в последнюю петлю, девятую, сделаем прибавление. Начинаем мы всегда с петли основания цепочки петель подъема. Итак, первый столбик в первую петлю, далее второй столбик в следующую петлю, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. А в девятую петельку, последнюю петлю ряда, делаем прибавление 2 столбика с накидом, первый столбик и второй сюда же. Провязали четвертый ряд, поднимаемся на 2 воздушные петли и переходим на пятый ряд. В пятом ряду мы провяжем 9 столбиков и последнюю петлю, десятую, сделаем прибавление. Итак, петлю основания первый столбик, в следующую петлю второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. В последнюю петлю ряда, десятую, делаем прибавление 2 столбика в одну петлю, первый столбик с накидом и второй. Вот он у нас пятый ряд закончен. Переходим на шестой ряд, поднимаемся на 2 воздушные петли подъема, накид и далее в петлю основания начинаем отчитывать 10 столбиков с накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. В одиннадцатую петельку ряда делаем прибавление 2 столбика в одну петлю, первый столбик и сюда же второй столбик. Закончили шестой ряд, поднимаемся на седьмой ряд, 2 воздушные петли подъема и снова с петли основания отчитываем 11 столбиков. Первый столбик, в следующую петлю второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. В последнюю петлю ряда, в двенадцатую петельку, делаем прибавление 2 столбика в одну петлю, первый и второй столбик сюда же. Закончили седьмой ряд, поднимаемся на восьмой, девятый ряд, по 2 воздушные петли подъема, то есть еще 2 ряда, восьмой и девятый, провяжем столбиками. В восьмом ряду мы провяжем 12 столбиков, в конце ряда сделаем прибавление и в девятом ряду мы провяжем 13 столбиков и в четырнадцатую петлю сделаем прибавление. Я думаю, что вы здесь справитесь самостоятельно. Два ряда провязываем просто столбики и в конце ряда прибавление, как мы делали с вами, все семь рядочков вниз. Связали мы девять рядочков от начала. И вот эти девять рядочков у нас будут вязаться абсолютно на каждой стороне лифа. То есть это две передние полочки и две полочки на спинке. Вот. И теперь мы в десятом ряду с вами сейчас сделаем первый ряд, где будут у нас прибавления и в начале ряда и в конце. Для этого поднимаемся на две воздушные петли подъема, накид, в петлю основания делаем первый столбик. Это просто у нас получается первый столбик с накидом в десятом ряду. Далее в следующую петельку делаем прибавление, то есть два столбика с накидом в одну петлю. Вот оно у нас первое прибавление в начале ряда. Далее отчитываем 12 столбиков в каждую петельку по столбику. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Одиннадцатый и двенадцатый. У нас остается одна петля десятого ряда, в нее мы делаем прибавление. Два столбика в одну петлю первый столбик и сюда же второй столбик. В десятом ряду мы добавили с вами две петельки. В начале столбик провязали прибавление и в конце. Далее одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый ряд мы свяжем просто в каждую петельку по столбику и в конце ряда мы сделаем по прибавлению. То есть как мы делали в начале с вами предыдущие девять рядочков. В одиннадцатом ряду мы поднимаемся на две воздушные петли подъема, накид делаем, затем вяжем шестнадцать столбиков и в семнадцатый делаем прибавление. В следующем ряду мы уже провяжем семнадцать столбиков и сделаем прибавление. И далее в следующем ряду мы провяжем с вами восемнадцать столбиков и сделаем в девятнадцатый столбик прибавление. И с вами встретимся на четырнадцатом ряду. В четырнадцатом ряду мы снова сделаем два прибавления в начале и в конце ряда. Итак, поднимаемся на две воздушные петли подъема, накид, поворачиваем вязание и в начале ряда мы в петлю основания вяжем первый столбик с накидом. Далее в следующую петлю делаем прибавление 2 столбика в одну петлю, первый и сюда же второй столбик. Далее нам нужно провязать центральные 17 столбиков, то есть 17 петелек по одному столбику и в конце, в последнюю петельку мы сделаем второе прибавление в этом ряду. Поэтому хотите можете отсчитывать 17 столбиков для того, чтобы не сбиться с вязания и чтобы не пришлось перевязывать в дальнейшем. Вот и далее провязав 17 столбиков, сделаем прибавление в конце ряда, сделаем 2 столбика с накидом в последнюю петлю. Итак, вот она у нас последняя петля ряда, после 17 столбиков делаем прибавление 2 столбика с накидом в одну петлю. Я пока привытащу ниточку и сейчас хочу вам показать, что вот смотрите, найдите первый ряд самый, ниточка рабочая у вас должна быть с правой стороны, хвостик. Вот таким вот образом у нас, если мы возьмем выкройку, сейчас должно совпасть по размерам. То есть вот мы прикладываем к линии плеча и вот она у нас идет расширение. Как вы видите, у меня пока все отлично совпадает. Вот уголочек поднимается, но пока у меня расширения идут сюда более, скажем так, быстрее и я бы сказала резче, чем идут прибавления вот с этой стороны для линии проймы. Когда будете вязать противоположную сторону, мы там будем в зеркальном отображении делать прибавления для того, чтобы шла эта сторона резче на, скажем так, увеличение, чем линия проймы. Она будет более плавнее, как вот сейчас с этой стороны. Но пока не отвлекаемся и вяжем дальше. Что мы сейчас делаем? Я возвращаю на место петельку и мы, сделав прибавление два раза в 14 ряду, должны будем сейчас 15 ряд провязать просто в каждую петельку по столбику и в конце ряда сделать прибавление, как мы делали в начальных рядах. Для этого делаю две воздушные петли подъема, поворачиваю вязание и продолжаю делать в каждую петельку 21 столбик подряд по одному столбику и в последнюю петлю я сделаю очередное прибавление, то есть провяжу два столбика в последнюю петельку. Сделали прибавление в конце 15 ряда, теперь поднимаемся на две воздушные петли подъема и в 16 ряду мы снова сделаем два прибавления в начале и в конце ряда. Для этого в петлю основания делаем первый столбик с накидом и в следующую петельку сразу же делаем прибавление два столбика в одну петельку, то есть мы сделали прибавление в начале этого ряда, далее мы провяжем 20 подряд столбиков с накидом и в последнюю петлю провяжем снова очередное прибавление в конце ряда. В конце ряда в последнюю петельку делаем прибавление два столбика, первый столбик и сюда же второй, далее поднимаемся на две воздушные петли подъема и поворачиваемся на следующий ряд. В следующем 17 ряду мы провяжем снова в каждую петельку по столбику, в конце ряда мы сделаем прибавление. Сейчас у нас 24 петли, соответственно мы провязываем 24 столбика, начиная с первой петли основания воздушной цепочки петель подъема и вот отсчитав 24 столбика в 25 петлю мы провяжем прибавление, то есть два столбика с накидом в последнюю петельку. Если у вас соскальзывают петельки, будьте осторожны, если вы не уверены, что вы можете поднять вот так, как только что я сделала, то лучше прираспустите и начните с того момента, где вы 100% будете уверены, что вы сможете дальше продолжить вязание. Я всегда рекомендую вам отсчитывать столбики для того, чтобы вы просто не запутались. Бывает такое, что вроде бы уверена, что провязала все столбики, а затем оказывается, что потеряла где-то одну петельку и не довязала столбик. Затем изделие начинает косить и, конечно же, после стирки это очень четко становится видно, когда меряете изделие. Вот для того, чтобы вам не пришлось в дальнейшем перевязывать полностью все изделие, просчитывайте количество столбиков. Довязываем 24 столбика и делаем прибавление. В 18-м ряду мы снова сделаем 2 прибавления, точнее как с двух сторон прибавления, но уже у нас будет в конце ряда 2 прибавления подряд для того, чтобы еще более сделать, скажем так, острый угол и скос на расширение. Сделали прибавление в конце ряда и теперь в 18-м ряду в начале ряда делаем 2 петли подъема и провязываем в петлю основания первый столбик с одним накидом. Далее делаем первое прибавление в этом ряду. 2 столбика с накидом в следующую петельку. Далее нам нужно довязать до двух последних петель в этом ряду просто по столбику с накидом. Соответственно, вяжем 22 столбика с одним накидом. Отсчитываем количество столбиков для того, чтобы не запутаться. Вот. И, дойдя до двух последних столбиков, мы сделаем 2 прибавления в конце ряда. 22 столбика провязаны и далее в последние 2 петельки провязываем по 2 столбика с накидом. То есть, делаем 2 прибавления подряд. Далее поднимаемся на 2 воздушные петли подъема и оказываемся в 19-м ряду. В 19-м ряду мы, как обычно, в каждую петельку ряда провяжем по столбику и в конце ряда сделаем прибавление. Начинаем с петли основания цепочки двух петель подъема и провязываем, отсчитываем 28 столбиков с накидом и в последнюю петлю ряда сделаем 2 столбика с накидом. То есть, прибавление. Провязаны 28 столбиков, делаем прибавление 2 столбика в последнюю петельку 19-го ряда. Далее поднимаемся на 2 воздушные петли подъема и поворачиваемся на 20-й ряд. В 20-м ряду мы снова сделаем прибавление в ряду, поэтому начинаем с петли подъема, делаем первый столбик. Далее в следующую петельку прибавление 2 столбика с накидом. Далее мы должны провязать по столбику с накидом в каждую петельку до 2 последних петель ряда. И снова должны будем сделать 2 прибавления подряд. Провязываем 26 столбиков с накидом до 2 последних петель этого ряда. 26 столбиков провязано и теперь делаем по два столбика в последние две петельки. Первый столбик, второй столбик и в последнюю петельку второе прибавление, первый столбик и второй столбик. Две воздушные петли подъема и поворачиваем на следующий ряд. В 21 ряду мы провяжем снова по столбику в каждую петельку и в последнюю петлю ряда сделаем прибавление. Сейчас у нас 33 провязанных петельки предыдущего ряда столбики и теперь, соответственно, начиная с петли основания воздушных петель подъема, мы провязываем первый столбик и далее отсчитываем 32 столбика до последней петельки, в которую сделаем очередное прибавление. Сделали прибавление в конце ряда, теперь 2 воздушные петли подъема и оказываемся в следующем 22 ряду. Снова будем делать прибавление и в начале и в конце ряда, соответственно, в петлю основания делаем первый столбик с накидом, в следующую петельку делаем прибавление 2 столбика с накидом во вторую петельку. Далее мы должны провязать центральное 30 столбиков до тех пор, пока не окажемся на двух последних петельках ряда, то есть вот этот промежуточек мы снова провязываем просто по столбику. У меня это 30 столбиков, соответственно, я отсчитываю от прибавления 30 столбиков с накидом и далее сделаем прибавление. Дошли до двух последних петель и делаем два прибавления. В первую петельку делаем 2 столбика с накидом и во вторую петельку, последнюю петлю ряда делаем второе прибавление. Два столбика, первый столбик и второй сюда же. Я привытаскиваю ниточку хорошо, пока ничего не отрезаем, мы берем наш, скажем так, вырезанный макетик и теперь, смотрите, находим первый ряд, вот он у нас лицевая сторона и прикладываю я к тому, что у меня должно получиться. Вот, смотрите, в принципе, я довольна результатом, к сожалению, я пока не делала каких-то точных расчетов, вот я по ходу, скажем так, вязания с вами фантазировала и вот то, что у меня получилось. У меня получилось буквально на миллиметр плюс сверху и миллиметр плюс снизу, вот, все остальное у меня совпало, то есть здесь у меня вот верхушка поднимается, но здесь все отлично совпало, здесь у меня тоже легли полностью края на, скажем, то расширение, которое я хотела. То есть, в принципе, у меня правая полочка готова лифа. Точно такая же правая полочка у меня будет и на спинке, соответственно, это будет у нас вот в таком положении должно. То есть здесь у меня будет верх, перед, здесь у меня будет спинка, соответственно, будет еще одна часть такого же лифа на спинке. Сейчас что мы делаем? Мы можем, в принципе, такую же часть лифа еще одну связать и продолжить затем вязать уже вторую часть. Но так как я хочу, чтобы у меня плечевых скосов не было, то есть чтобы у меня где вот здесь вот шов должен сшиваться переда и спинки, я не хочу сшивать. Я буду сразу от этой правой полочки вязать левую полочку для спинки, то есть как бы получается совмещать перед и спинку сразу же. Смотрите, принцип вязания правой и левой полочки будет заключаться лишь в том, что зеркальное отображение. То есть если мы возьмем наш макет, то есть он лежал у нас вот таким вот образом, мы его перевернем и вот они наши две передние части. Для того, чтобы у нас был одинаковый, скажем так, размер лифов и правой и левой части, я рекомендую всегда вязать в один день. То есть у нас плотность вязания может различаться, к примеру, сегодня у нас одно настроение, мы не торопимся, никуда смотрим фильмы, отдыхаем. Завтра мы, к примеру, спешим куда-то и хочется связать и получается, что одна часть у нас будет меньше, чем вторая. Это обязательно. Либо же наоборот больше, растянутые столбики. Вот, то есть всегда я рекомендую вязать в один день. Желательно, желательно, это в идеале, если вы свяжете первую часть, вторую часть, третью и четвертую, то есть спинки две части в один день, а затем уже продолжите вязать высоту вашего топа в другой день, то я думаю, что от этого ничего страшного не будет. То есть высота топа у вас уже может, скажем там, где-то быть плотнее, где-то наоборот легче, то есть ваше свободное вязание. Вот, для того, чтобы не совмещать и не соединять переда и петли спинки, то я сейчас от этого лифа, от правой полочки, продолжу вязать левую полочку и она у меня уже будет располагаться к спинке. Я не буду набирать свои 9 воздушных петелек, затем вывязывать 7 столбиков от 9 воздушных петелек. Вот они мои 9 воздушных петель, грубо говоря, 7 даже я бы сказала воздушных петель, 2 петли мы доберем, это петли воздушные подъема и продолжим вязание уже сюда, но уже левой полочки. Точно так же вы потом отдельно свяжете одну вот такую вот часть и продолжите точно так же совмещая отсюда вывязывать левую полочку. Тогда у вас получится две одинаковые части, соответственно, вы можете сделать одну, к примеру, у вас будет правая полочка на перед и правая полочка затем вы повернете будет на спинку. То есть две одинаковые детали нам абсолютно нужны. Мы сейчас продолжим вязать вторую часть детали и вы потом самостоятельно свяжете вторую детальку, точно такую же. Затем вы их просто расположите в зеркальном отображении и все. Ничего не переворачиваете. У вас здесь вот, у вас будет лицевая сторона и с одной стороны и с другой стороны, но просто вы потом повернете. Вот. То есть сейчас пока продолжаете вязать все как делаю я, затем я вам скажу, что вяжем вторую детальку точно такую же и потом расскажу вам, как мы сделаем сборку наших деталей для того, чтобы сделать в итоге красивый топ. Для вязания левой полочки нам достаточно набрать 9 воздушных петелек и провязать стандартных 7 столбиков с накидом, начиная с третьей петли. Но для того, чтобы перейти с правой полочки на левую и не делать здесь вот сшивание на плече, я хочу вам показать, как переход сделать с правой на левую полочку и не делать этого шва. Для начала мы берем рабочую нить, которой будем вязать левую полочку и делаем начальную закрепительную петлю, которую бы мы делали для цепочки из воздушных петель. Далее берем ее, снимаем с крючка и она у нас оказывается вот такая вот зафиксированная. Теперь берем наше вязание лицевой стороной, чтобы вот этот хвостик у нас рабочей нити находился с правой стороны. Находим самый-самый уголочек, вот здесь вот самый с краю и в него продеваем зафиксированную рабочую петлю. И у нас, посмотрите, у нас получилось, что хвостики ниточек рабочих находятся с одной стороны в одном положении. Сейчас при вязании первого ряда вы можете эти хвостики положить на вот эти петли и как бы завязать столбиками с накидом. Но я этого делать не буду, я потом их хорошо зафиксирую для того, чтобы они не распустили мне в дальнейшем приноски мое изделие. Далее мы набираем две воздушные петли подъема и начиная со следующей петельки набираем 7 столбиков с накидом. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, далее четвертый, далее пятый, шестой и седьмой. Седьмой мы делаем в самый уголочек, вот, и набрали наши 7 привычных столбиков для начала вязания полочки. Это у нас провязаны первый ряд и начиная со второго ряда мы точно так же будем провязывать, как и вязали для правой полочки до девятого ряда. То есть мы будем провязывать каждый столбик, в конце ряда делать прибавление, затем снова две петли подъема каждый столбик провязали, в конце ряда две прибавления делаем, два столбика в последнюю петлю. Итак, мы будем делать увеличение до тех пор, пока в девятом ряду у нас не провяжется 13 столбиков и сделается последнее прибавление. Начиная с десятого ряда у нас правая полочка отличается от левой, поэтому мы немножечко там по-другому будем уже делать прибавление, для того, чтобы расширение у нас шло как бы в зеркальном отображении по отношению к этой правой полочке. Итак, мы сейчас делаем привычные две воздушные петли подъема и поворачиваем на следующий ряд. Делаем накид и в петлю основания воздушных петель провязываем первый столбик. Далее еще пять столбиков с накидом и в последнюю петлю ряда провязываем прибавление, то есть во втором ряду мы начинаем с шести столбиков прибавления. Итак, провязываем шесть столбиков, два, четыре, шесть и вот в последнюю петлю делаем прибавление, два столбика в одну петлю, первый, сюда же второй. Две воздушные петли подъема, в петлю основания цепочки провязываем первый столбик, далее провязываем еще шесть столбиков, то есть чтобы у нас получилось семь столбиков в этом ряду и в последнюю петлю делаем прибавление. То есть как мы с вами делали на первой полочке, мы провязываем девять рядочков, увеличение только лишь делаем в конце ряда. И еще раз повторюсь, чтобы у нас получилось расширение до тех пор, пока в ряду не окажется провязанных тринадцать столбиков прибавления, то есть до пятнадцати столбиков в девятом ряду. Вы можете отчитывать от вот этого, скажем так, краешка ниточек с правой стороны, вот он первый ряд у нас, второй ряд, третий и так нам нужно провязать девять рядочков. Я думаю, что ничего сложного в этом нет, поэтому продолжаем провязывать девять рядов. В десятом ряду я вам покажу, как мы будем делать прибавление. Когда свяжете девять рядочков, у вас должно получиться, что если вы сложите пополам, ровно вот получается ряд в ряд, у вас должно совпадать по ширине. То есть должна быть полочка, а получается накладываться именно на вот это положение, которое есть у вас уже связанное. Теперь в десятом ряду мы с вами начинаем делать расширение, то есть две прибавки в ряду. Две прибавки в ряду, в отличие от правой полочки, у нас сейчас будет делаться пока только в конце ряда, для того, чтобы у нас было как бы расширение для, ну якобы нашей горловинки. Вот. Теперь мы делаем две воздушные петли подъема и поворачиваем на десятый ряд. В десятом ряду мы, как и прежде, в петлю основания делаем первый столбик с накидом. Далее отсчитываем еще 12 столбиков, то есть всего 13 столбиков с накидом. И в конце мы две последние петельки сделаем по два столбика с накидом в каждую петлю. То есть две прибавки подряд в конце ряда. Итак, я провязала 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. У меня осталось две петли, в них я делаю первый раз прибавление 2 столбика. И в последнюю петлю ряда второй раз прибавление 2 столбика. Далее две воздушные петли подъема и поворачиваю на одиннадцатый ряд. В одиннадцатом ряду мы провяжем, как и на правой полочке, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый ряд. То есть три ряда 16 столбиков прибавления, 17 столбиков прибавления и 18 столбиков прибавления. Я думаю, что три ряда вы самостоятельно сможете провязать. Просто в конце ряда делать прибавления, как мы делали с вами в начале. 16 сейчас я провяжу столбиков, еще раз повторяю, затем 17 в следующем ряду и 18 в третьем ряду от этого ряда отсчитываем. И в каждом ряду в конце ряда я сделаю по прибавлению. Я думаю, что ничего сложного нет. Провязываем самостоятельно до тринадцатого ряда. Довязали тринадцатый ряд и сейчас снова совмещаем пополам, там где у нас разметочка первого ряда. И снова, как вы видите, совпадает. Если все у вас точно так же совпадает, то все отлично. Если же вы видите, что у вас при том же количестве столбиков и прибавлений сужается, значит вы вяжете плотнее, вяжете свободнее. Возможно, даже придется вернуться на исходную, скажем так, позицию и вязать, начинать отсюда. Если же вы наоборот видите, что расширяется при том же количестве, то значит вы вяжете свободнее, начните вязать немножечко туже. Это все следует также учесть, потому что если будет различаться, опять же таки будет изделие перекошенное. И теперь делаем 2 воздушные петли подъема и разворачиваемся на 14 ряд. В 14 ряду мы провяжем 18 столбиков и сделаем 2 прибавления в конце ряда. В начальную петельку основания 2 воздушных петель подъема провязываем первый столбик, далее второй, третий и так далее. И в конце, в 2 последние петельки ряда мы провяжем прибавление. Вот они остались у нас 2 петельки, делаем прибавление 2 столбика в предпоследнюю петлю ряда и в последнюю петлю ряда. Далее в следующем ряду снова мы поднимаемся на 2 воздушные петли подъема, поворачиваем. И теперь нам нужно в каждую петельку провязать по столбику, в конце ряда мы сделаем просто одно прибавление, как делали до этого в начальных рядах. Соответственно, начиная с петли основания делаем первый столбик и точно так же продолжаем вязать до тех пор, пока у нас не провяжется 21 столбик с накидом. И в последнюю петлю ряда сделаем прибавление. В конце 15 ряда делаем прибавление в конце ряда, затем поднимаемся на 2 воздушные петли подъема и переходим на 16 ряд. В 16 ряду мы снова провяжем 21 столбик и у нас уже окажется в конце 2 раза по прибавлению. То есть снова сделаем в 16 ряду в конце ряда 2 прибавления, для того, чтобы снова еще больше расширить. Итак, в петлю основания делаем первый столбик, далее второй столбик и так далее. То есть мы в этом ряду сделаем 2 прибавления в конце ряда. Итак, в предпоследнюю петлю первое прибавление и в последнюю петлю ряда второе прибавление. Далее поднимаемся на 2 воздушные петли подъема и разворачиваемся на 17 ряд. В 17 ряду мы сделаем одно прибавление в конце ряда, а до этого, начиная с петли основания, вяжем 24 столбика с накидом в каждую петельку по столбику. В конце ряда сделали прибавление, поднимаемся на 2 воздушные петли подъема и поворачиваем на 18 ряд. В петлю основания делаем первый столбик с накидом, далее делаем прибавление в следующую петельку 2 столбика с накидом. Далее нам нужно провязать практически до конца ряда 22 столбика, а затем в конце ряда мы сделаем 2 прибавления подряд. Начиная со следующей петли отсчитываем 22 столбика с накидом и затем сделаем 2 прибавления. 22 столбика провязано, в последние 2 петельки провязываем по 2 столбика с накидом. Первый столбик в одну петлю и второй сюда же. Первый столбик во вторую петлю, второй сюда же. 2 воздушные петли подъема и мы оказываемся с вами в 19 ряду. Сейчас мы просто по ряду полностью провяжем по столбику с накидом и в конце сделаем 1 прибавление. Как делали до этого. 28 столбиков начиная с петли основания отсчитываем и в последнюю петельку провязываем прибавление 2 столбика с накидом. Сделали прибавление и поднялись на 2 воздушные петли подъема 20 ряд. Начиная с петли основания делаем столбик с накидом 1 и далее в следующую петельку мы сделаем прибавление 2 столбика в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. Далее отсчитываем 26 столбиков, то есть нам нужно провязать все петельки по столбику до 2 последних петель. Мы снова сделаем 2 прибавки в конце ряда подряд. Предпоследний и последний столбик делаем по прибавке, далее поднимаемся на 2 воздушные петли подъема и оказываемся с вами в 21 ряду. Нам нужно провязать в каждую петельку по столбику 32 раза и сделать в конце прибавку. Начиная с петли основания отсчитываем 32 столбика и в последнюю петельку провяжем 2 столбика. Прибавление сделано, поднимаемся на 2 воздушные петли подъема и оказываемся с вами в 22 ряду. 22 ряд, как вы помните, по правой полочке это последний ряд, поэтому делаем в петлю основания цепочки 1 столбик с накидом. Далее нам нужно сделать сразу же прибавление в следующую петлю, то есть 2 столбика с накидом. И далее нам нужно в следующие 30 петелек сделать по столбику, до тех пор, пока не дойдем до 2 последних петель ряда. В них мы сделаем последние 2 прибавления подряд. Итак, отсчитываем со следующей петельки 30 столбиков и до тех пор, пока не дойдем до 2 последних петель ряда. Дойдя до конца ряда, мы делаем прибавление 2 раза. Первый столбик, второй столбик, предпоследнюю петлю и последняя петля точно так же 2 столбика. Сейчас я продеваю рабочую нить сквозь последнюю петлю, ну и отрезаю ее соответственно. Оставляю небольшой хвостик для того, чтобы мне было удобно спрятать. Вот у меня в начале хвостик, в конце хвостик. Если сейчас мы совместим, вот таким вот образом, у нас совпадает полностью, вот она наша грань. Вот таким вот образом у нас должны совпасть 2 части. Вот так. Они достаточно аккуратные по краям, посмотрите, получаются. И нам такие детальки нужно сделать 2 штучки. То есть сейчас вы можете спрятать вот эти хвостики, они нам не нужны. Либо же я вам предлагаю их пока не спешить прятать, потому что при сборке мы будем ориентироваться именно на них. И к сожалению мы на двух деталях будем отрезать ниточки, так как нам нужно было начинать тогда с левой полочки сначала вязать, а затем правую. Для того, чтобы у нас длинный конец от мотка остался с этой стороны, так как я начала с правой и закончила левой. И точно так же я буду делать и вторую полочку вот лифа. Соответственно у меня будут отрезаться все ниточки, а затем будет присоединяться новая для того, чтобы уже соединять 2 части лифа и соединять в круговое вязание. Сейчас же мы пока вторую деталь вяжем аналогично. Если вы связали вторую детальку, то вот они у вас получаются сверху 2 соединенных края. И снизу у вас с одной стороны ниточка отрезана и с другой стороны, то есть 2 аналогичные части. Мы берем одну, переворачиваем вот таким вот образом, чтобы у нас хвостики смотрели в центр, то есть в горловинке. И сейчас мы будем соединять нашу деталь. Сейчас я вам рекомендую измерить сантиметром, либо исходя из плотности вашего вязания, либо исходя из, скажем так, полностью длины от проймы одной части до горловинки и от горловинки до проймы второй части, соответствует ли вот эта часть полуобхвата груди где-то минус сантиметра 2. Если соответствует, то будем соединять. Если же нет, то вот это следует учесть. И скорее всего, если у вас размер расхождения, то нужно будет добавлять здесь буквально пару рядочков. То есть чередуя, как мы с вами делали в начале и в конце ряда прибавления, и точно так же чередуя просто со столбиками и в конце ряда только лишь прибавления, вот тогда точно так же вы сможете добавить ширину и, соответственно, глубину выреза горловинки и проймы. Вот сейчас я беру ниточку с наибольшего мотка для того, чтобы у меня меньше было соединений потом в дальнейшем. И делаю начальную петлю, как мы с вами делали для, скажем, соединения в плече второй части, второй детальки. Вот она наша начальная петля. И что я беру сейчас? Я кладу вверх ногами таким образом, чтобы у меня плечи находились ближе ко мне. И нахожу вот эту, получается, можете с этой стороны начать, можете с той, как вам удобнее. Но я начну вот с этой, вот, и сейчас, смотрите, нахожу самую-самую вот здесь крайнюю петельку. Если бы у меня шла от мотка, скажем так, ниточка, было бы отлично, но я ее буду присоединять. Вот, таким вот образом. И далее мы берем, поднимаемся на 3 воздушные петли подъема. Можете делать 2 воздушные петли, как мы это делали, скажем так, на протяжении всего вязания. Но сейчас я поднимаюсь, вот, можно на 2 петли. И сейчас, если вы посмотрите, у нас последний провязанный ряд, это изнаночный ряд. Сейчас же мы будем вязать лицевой ряд по чередованию. Соответственно, начиная со следующей петельки, мы продолжаем вязать в каждую петлю по столбику. Сначала одной детали мы вот вяжем по столбику, а затем плавно перейдем к вывязыванию на второй детали. То есть, пока просто провязываем первую деталь лифа. И, как вы уже обратили внимание, мы с вами находимся сейчас на спинке. Провязали мы спинку практически до последнего столбика. Там, где мы обычно делали с вами прибавления, я провязываю последний столбик над столбиком. Хотите, можете для того, чтобы увеличить объем, еще провязать столбик вот сюда во вторую петлю подъема. Если вам мало этого объема, скажем так, который вы просчитали. Далее мы сделали последний столбик вот сюда, перед петлями подъема. Далее я делаю накид. И, как бы планируя вязать следующий столбик по ряду, я уже перехожу на вторую часть лифа. И нахожу самый угловой столбик. И в него вяжу столбик с накидом. Хорошо подтягиваем его, для того, чтобы он не болтался. И продолжаем провязывать по столбику с накидом в каждую последующую петлю уже второй части лифа на спинке. Уже, как бы мы перешли, получается, таким образом обвязывать вторую часть. И вот она у нас соединение. Пока пусть вас не смущает вот эта ниточка, ничего страшного. Вот у вас идет соединение. Продолжаем дальше вязать, пока не дойдем до конца этой части. Я довязала практически до последней петельки. Вот мы соединили сзади наше вязание. Теперь мы берем, сгибаем детальку, как бы пополам. И находим вот эту крайнюю петельку. Точно так же мы здесь довязываем последний столбик с накидом в угловую петлю. Я ее так буду называть, последнюю петельку. Далее делаем накид и находим с этой стороны крайнюю угловую петлю. И в нее делаем столбик с накидом. Вот таким вот образом. Немножечко его подтяните, чтобы он не болтался. Далее делаем накид и продолжаем обвязывать уже правую полочку нашего лифа спереди. Вот так вот. Каждую петельку по столбику. И обратите внимание также, что у нас здесь по чередованию должен быть лицевой ряд. Вот он полностью лицевой ряд. Нам и будет соединять полочки спинки, полочки переда. Сейчас я дообвязываю вот эту полочку. И подберусь плавненько к вот этой второй полочке спереди. То есть буду соединять полностью все наше вязание по кругу. Нахожу самый уголочек с этой стороны лифа. И далее снова делаю накид, как бы собираясь делать столбик. Нахожу уголочек уже второй части лифа. И делаю сюда столбик с накидом. Прям самый уголок, немножечко призатянув. И тоже продолжая со следующей петельки, продолжая обвязывать столбиками с накидом. До тех пор, пока не дойду до конца этой части. Таким образом у нас соединились все четыре части лифа. Но пока еще нет замкнутого круга окружности груди. Вот еще пока она не замкнулась у нас. Будем ее замыкать после того, как провяжем эту часть. И снова находим самый угловой вот здесь вот краешек, петельку. И делаем столбик с накидом. Далее нам нужно замкнуть вязание таким образом, чтобы оно не было перекручено. И находим наши три воздушные петли подъема, с которых начинали обвязывать ряд. Находим вот эту вторую петельку подъема. И в нее соединяемся. То есть соединительным столбиком прикрепляем. Я немного привытащу петельку для того, чтобы вам показать, что у нас в итоге получилось. Я сейчас вот таким образом раскладываю вязание. Как на мой взгляд, данное соединение подойдет больше, чем на размер. Больше, чем я планировала. Поэтому я сейчас, провязав пару рядочков, буду примерять, насколько мне широко. Если мне подойдет, скажем так, отлично, то я на этом остановлюсь. Если мне будет широко, то у нас сейчас с каждого соединения стороны есть вот такая ниточка. Здесь есть, вот здесь есть, на спинке есть и с этой стороны есть. Вот если вам широковато, чем мы сейчас соединили, чтобы не возвращаться, можете соединить просто вот как бы ряд. И уберется сантиметр с этой стороны. Опять же, соединить этот ряд. Вот он у нас. Ну вот я сейчас вам покажу, в каком плане соединить. То есть, когда будете убирать ниточку, соединяете, и у нас уже получается, замыкается и убирается целый ряд связания. Вот он у нас. С одной стороны. Точно так же с другой стороны. Вот я сейчас продену. Я просто соединяю на уровне ряда. Вот таким вот образом. Далее закрепите ниточку, и все. Вот у вас получится на сантиметр с каждой стороны уберется, скажем, окружность, и уберется длина выреза, горловины, проймы и так далее. Вот сейчас у нас, посмотрите, шло чередование изнаночного лицевого ряда. Всегда. По чередованию у нас сейчас был лицевой ряд, соответственно, должен идти сейчас изнаночный. Поэтому после соединения ряда я подтягиваю обратно петельку, возвращаю все как было. Вот. И сейчас, смотрите, мы будем вязать поворотными рядами. Каким образом это сделать? Мы поднимаемся на 2 воздушные петли подъема, и вместо того, чтобы продолжать вязать круговой ряд, мы поворачиваем на изнаночную сторону, и будем идти в обратном направлении. Сделали 2 воздушные петли подъема, находим следующую петлю, и начиная с нее провязываем столбик с накидом сюда, в следующую петлю, в следующую. И как бы уже по чередованию у нас сейчас идет уже изнаночный ряд, так как мы его вяжем с изнаночной стороны. И если вы посмотрите, уже видно, что идет вязание, как и шло, чередование лицевая-изнаночная сторона. И точно так же мы идем, 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 обвязываем по всем деталям, уже они у нас соединены, пока не дойдем до вот этих двух петель подъема в начале изнаночного ряда. Затем мы соединимся, повернем на лицевую сторону и пойдем по лицевой стороне. И так далее мы будем ходить туда-обратно, для того, чтобы получить вот этот результат поворотных рядов. И все время будем делать две петли подъема. И так как мы сейчас присоединены под левой рукой, я не специально, скажем так, специально соединяла, скажем, под левой рукой, для того, чтобы, я знаю, что обычно делают, скажем, как это называется. В общем, соединение обязательно делается всегда вот эта полосочка, шовчик или как это называется в изделиях, он обычно идет с левой стороны. Если вы обратите внимание на горловине, допустим, гольфика идет с левой стороны шовчик, на кофточках различных идет шовчик с левой стороны. И вот он у меня и будет находиться с левой стороны. После того, как дошли до конца ряда, довязываем последние столбики в петли. И далее, смотрите, мы делаем соединение не во вторую петлю подъема, а над первым провязанным столбиком этого ряда. Вот таким вот образом. И далее, когда вы поднимаетесь на две воздушные петли подъема, вы не продолжаете дальше провязывать, а поворачиваете на другую сторону. И пропуская вот эту петельку начальную, вот, начиная со следующей, я буду каждый раз провязывать ряд поворотный и присоединяться над первым столбиком. Но для того, чтобы столбик и количество не уменьшалось, буду делать последний столбик в петлю основания воздушных петель подъема. То есть, вот сюда, в конце каждого ряда. Затем поднимаю снова на две воздушные петли, поворачиваю вязание и вяжу уже, как бы, по лицевой стороне. Снова поворачиваю на изнаночную. И, опять же, благодаря тому, что мы будем присоединяться над первым столбиком, а в последний столбик довязывать, вот сюда, в петли подъема, в основание столбик, то не будет количество столбиков ни уменьшаться, ни добавляться. И при этом не будет разрыва, скажем, такой вот особо видимой дырочки. Шовчик у нас получится аккуратный. И я хочу так, ну, скажем, постараться при носке, чтобы он находился у меня под левой рукой. Ну, это как бы нормально. Сейчас мы продолжаем набирать высоту до нужной нам длины кофточки. И далее, смотрите, если у вас, к примеру, талия гораздо уже, чем линия груди, то вы можете, связав высоту под грудью, перейти на крючок, либо полразмера меньше, тогда у вас вязание немножечко сузится, и в дальнейшем продолжить на меньшем крючке меньшего размера провязывать высоту. Либо же просто чередовать крючком, допустим, основным вязать один ряд, затем следующий, к примеру, изнаночный ряд, можете вязать крючком меньшего размера, затем снова ряд большим крючком, ряд меньшего. Тогда тоже у вас получится более плотнее вязание, и не будет слишком такая вот, скажем, широкая в дальнейшем майка. Вот, ну, а пока, в принципе, продолжаем все вязать до нужной высоты. Дойдя с изнаночной стороны до конца ряда, мы доходим столбиками с накидом постепенно до последнего столбика, из которого мы связали две петли подъема, в него делаем в петлю основания последний столбик с накидом и присоединяемся над первым столбиком этого ряда. То есть, вот в петельку верхнюю делаем соединительный столбик. Далее, две воздушные петли подъема и снова поворачиваем на лицевой ряд, вяжем поворотным рядом по лицевой стороне, начиная со следующей петельки, провязываем в каждую петлю по одному столбику с накидом. То есть, вот он у нас первый столбик предыдущего ряда, затем второй столбик, точнее третий, так как мы над первым присоединились, но пока он уйдет по очередности у нас вторым. Вот. И далее, вот так вот продолжаем провязывать столбики с накидом до конца этого ряда. Далее снова в петлю основания столбика, вот здесь из двух воздушных петель, мы делаем последний столбик и присоединяемся над первым столбиком. То есть, петли основания у нас в счет не входят, они просто у нас служат для того, чтобы не было никаких таких вот глубоких переходов, дырочек между рядами. И так и будем продолжать вязать то лицевой, то изнаночный ряд, как бы поворачивая каждый ряд и провязывая то с лицевой стороны, то с изнаночной стороны. Мы так будем вязать от проймы до самой, скажем так, нижней части. Сейчас я немножечко прираспущу вот этот ряд. Как вы видите, я немножко уже провязала. Вот. Таким образом, я не буду продолжать сейчас вязать до самой, скажем, нижней части. Это будет у меня от линии проймы нужная мне высота кофточки, ну, маечки, то есть где-то 36 сантиметров. Соответственно, когда я провяжу 35 сантиметров по длине, мне нужно оказаться после, скажем, провязывания изнаночного ряда, как вот сейчас мы закончили вязать. Вот. Далее я делаю 2 воздушные петли подъема и поворачиваю на лицевой ряд. Делаю накид и, начиная со следующей петельки, я буду обвязывать последний ряд по лицевой стороне полустолбиками с накидом. Как у нас вяжутся полустолбики с накидом? Делается накид, вводится в рабочую петлю крючок, захватывается ниточка и сквозь 3 петли на крючке продевается рабочая ниточка. Снова накид, захватываем рабочую нить сквозь петлю и пропускаем сквозь 3 петли рабочую нить. Вот так вот. Вот такими полустолбиками с накидом я буду обвязывать последний ряд по лицевой стороне. Это и будет служить у нас обвязка. Если хотите, можете обвязку сделать пару сантиметров резинкой, к примеру. Если вы хотите, чтобы у вас была, скажем, крайняя линия, более такая приталенная и близко расположенная. Я же вот таким вот одним рядом полустолбиков с накидом завершу полностью вязание. Оно, как вы видите, немножечко выглядит плотнее, чем столбики с накидом. И при этом имеет такой вот эстетичный, красивый, не растянутый край. Вот так у меня будет заканчиваться кофточка. После того, как довяжете высоту маечки, можете смело ее мерить и носить. Но для того, чтобы края имели более аккуратный такой вот обработанный вид, я предлагаю вам все-таки обвязать линию горловины и линию проймы. Сделать более такой вот аккуратненький шовчик. Конечно же, существует много способов обвязки. Это и столбики без накида, и рачий шаг, и очень-очень многое, скажем так, количество. Но все-таки я хотела сделать эффект такой вот ленивой, очень простой маечки. Поэтому сегодня я вам покажу, как обработать линию горловины и проймы, таким образом, чтобы край остался как бы таким вот небрежным, но и в то же время не топорщился при носке. Для этого я воспользуюсь ниточкой другого цвета, для того, чтобы вам было видно просто, что я делаю. Если я сейчас просто возьму той же бирюзовой ниточкой, обработаю края, вам не будет видно. Вот так выглядит уже обработанный край, который не будет топорщиться, и достаточно эстетично выглядит. Так выглядит необработанный край. В принципе, и тот, и тот вариант подходит для, скажем, носки. Если вы одели и вам нравится, можете края не обрабатывать. Никуда они не денутся, не растянутся, все будет отлично. Но для того, чтобы вам показать, как обработать край, я все-таки воспользуюсь ниточкой контрастного цвета. Делаю начальную рабочую петлю, закрепляю. И далее нахожу я внутреннюю сторону горловинки. И начинаю я с нижней части, отсюда. Для этого я поворачиваю лицевой стороной к себе, можно спинкой, можно передом, абсолютно не важно. Главное, чтобы у вас была здесь, сверху, положенная внутренняя сторона горловинки. Далее находим каждый столбик в начале и в конце каждого ряда. То есть вот здесь вот крайний столбик каждого ряда. Присоединяемся мы под первым столбиком, продеваем рабочую нить, которую только что сделали. Она у вас должна быть цвет-цвет пряжи, которой вы вяжете. Вот, чтобы она не отличалась. И далее смотрите, вот у нас первый столбик, я присоединилась под самым-самым нижним столбиком. Можно было присоединиться и ниже, вот здесь, если вам удобно. То есть где-то в уголочке. Далее смотрите, вот он у нас идет первый столбик. Имеется один переход, вот он, и второй переход. Вот сначала вводим крючок в первый переход, захватываем рабочую нить и делаем соединительный столбик. А затем во второй переход делаем соединительный столбик. Далее снова у нас, вот он, переход идет. Мы под него вводим крючок и делаем соединительный столбик. Далее снова, вот он, последний наш столбик. Переход мы снова делаем соединительный столбик. Снова вот столбик-переход. То есть получается под каждый столбик последний ряда и в каждый переход между рядами мы делаем по соединительному столбику. Вот таким вот образом. То есть получается как бы мы обвязываем между первым и вторым столбиком с накидом в каждом каждом ряду по два соединительных столбика. В переходе между рядами и именно непосредственно под сам столбик. То есть вот такой вот соединительной косичкой. С внешней стороны, если вы делаете контрастного цвета ниточкой, будет вот такие как бы прошитые, я бы сказала, такой вот вперед иголкой вид петельки. Но так как вы будете делать однотонной ниточкой, то этого не будет видно. То есть просто захватываете между первым и вторым столбиком соединительные столбики во все абсолютно переходы. Между рядами и между первым и вторым столбиком. Вот так. Снова между рядами, вот он переход, и между первым и вторым столбиком. То есть вы не захватываете сами столбики, а просто между ними, между первым и вторым столбиком каждого ряда и между переходом каждого ряда, вводите крючок и провязываете соединительный столбик. Так вам нужно обвязать полностью, полностью, полностью все. То есть вы сейчас доходите до плечевого скоса, обвязываете. Затем доходите до V-образного выреза переда, в данном случае у меня. Вяжете вот это с внутренней стороны, то есть с изнаночной стороны. И с лицевой стороны у вас получается красивый такой вот обработанный край, который в дальнейшем не растянется и будет выглядеть достаточно аккуратно, чем это выглядел бы необработанный вот такой край. Вот, мне нравится, как в итоге получается. И вот так вот выглядит край, уже обработанный однотонным цветом в цвет-цвет пряжи, которой вы вязали основное ваше полотно. Вот, вот так выглядит, то есть как вы видите с изнаночной стороны, с лицевой ничего не видно. Вот, и при этом выглядит край уже обработанный. Вот так выглядит ниточка контрастного цвета. Я эту ниточку оставлять не буду, мне она здесь, скажем так, не нужна. Да, мне нужна ниточка цвет-цвет, поэтому сейчас я дойду вот такими соединительными столбиками вот сюда, потом плавненько перейду на эту сторону и пройду к тому, скажем так, основанию, началу, с которого начинала. Здесь я закреплю ниточку с изнаночной стороны и спрячу хвостики вот здесь вот в рядах, там где у нас был переход ряда. Ниточки все я буду прятать иголочкой, я вдеваю ниточку в иголочку и прячу вот в этих вот рядах, там где у нас закреплялись столбики. Здесь их будет не видно и при этом не распустится по ходу носки изделия наше полотно и вязание. Все полностью ниточки мы закрепляем, прячем и делаем вторичную тепловую обработку. Стираем нашу маечку, сушим горизонтальной поверхности, стираем не выше 30 градусов, приводим в порядок и носим.